Слава Христу! Мир вам! Добрый вечер! Слава Христу! Меня зовут Гунин Александр Николаевич, я вам звонил несколько минут назад. У меня вот вопрос. Как вы составляете события дня? Я вот тоже хочу начать свои события дня составлять и попрожить, как сказать, вот я как день прожил, и я хочу это сопоставить с Библией. Как это можно будет сделать? Можно подскажать? Так, кто-нибудь встань сюда, кое-что не буду расслышать, чтобы... Переводить мне надо будет. Не сбей. Так, у нас все записывается и выставляется в интернет. Не против? Не против. Так, вопрос. Что, как день составляем или что, Библия? Он хочет... Да, как вы составляете события дня, и как я могу свой день прожил и составить, подписать его. Ну, видите, мы не навязываем это, но опыт есть. Мы встаем всегда все в 4.40 утра, где бы ни были. В 4.40, но не позже. Но мне приходится раньше ложиться и раньше вставать. А иногда в 3 и добавить пол третьего, потому что я с интернетом пока поставлю, пока разберусь с роликами. Ну, а дальше все встают, сходили на улицу. Мы живем в частном доме. Дальше пришли, в однодвор сходили у нас там, в комнате-то у нас туалета нету. Ну, дальше помылись, в лесу вымыли, становимся на молитву. Ну, а молитва – утреннее правило. Считаем псалтырное чтение, утренние молитвы. И каждый раз, когда уже все просчитали, после этого молимся 100 поклонов. У меня тоже четкий есть, у меня 100 поклонов тоже идет. Ну, первая десятка – это молимся Господу Христу, вторая – Пресвятой Богородице, третья – Ангелу Хранителю, четвертая – Иоанну Крестителю, Николу Чудотворец Мирликийский. Это все пророки, небесная сила апостола и евангелисты, мученики, мученицы, святые отцы и святые жены и девы. По 10, 100. Ну, и молимся о своих каких нуждах. Ну, у меня все разнесено по категориям. Начинаем со свинослужителей, с архиерея своего, патриарха поминаем. Но мы молимся, молимся и за пап римских. За всех, которых мы знаем, кого Диамида там выбросили, мы за него молимся. После этого молимся за правителей. Ну, правителей, начиная с своего Владимира, Путина, Дмитрия. После этого молимся за губернатора Александра, Дональда, теперь Трампа, чтобы... Ну, и перечисляем, которые известны. Это Рамзан Кадыров у нас, это Чечня есть. И по порядку которых мы близко знаем, Лукашенко, Петр Порошенко на Украине. Ну, и теперь Турция, захваты Мердогена и Омана. Всегда поминаем, потому что кое-что знаем и хотим, чтобы был мир. И просим мира Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война. У меня вопрос такой, я же говорю, вот я как день прожил, как мне это сопоставить с Библией и посмотреть свои грехи со стороны Пописания? Ну, Пописание это все, молитесь за старей начальствующих. Мы это и входим в это как раз. Послание апостола Павла к Тимофею. Мы делаем это все Пописанию весь день. И дальше родных, отдельно молимся мы, которые известны, просят помолиться, дети там пьют, пьяные. Ну, и мы по порядку их перечисляем, просим Господь, чтобы помог, освободил их, это путешествующих. Он хочет сам делать такое же, такие же хочет составлять видеозаписи, как я делаю. Ну, это очень хорошо. Дальше молимся за интернет, за нас, чтобы Господь сохранил, и у нас сайт, форум, и кто работает. Модераторы, и дальше за изобретателей, которые в этом участвовали, интернет, Тим Бернерс, Тимофей, Тимофей, который библейский поисковик сделал, молимся. И кто изобрел, вот этот Мартин Купер, это телефоны, то есть они живые, мы молимся, они нам облегчили жизнь. Дальше всех своих родных, родных и близких всех, вспоминаем так. Вы тогда слушайте, я до конца, когда закончу, а то мне трудно, я пока расспрошу, у нас время тратится зря. Вот, то есть у меня по категориям разбито, больные, самые больные, это у нас парализованный Сергей, и которые лежат недвижимые. То есть по степени их тяжести мы их как бы вперед проталкиваем. И кто звонит, мы их всех записываем, молимся за здравие, но за знакомых, которых не знаем, не верующие, мы не молимся. Молимся за обращение, это отдельная группа, чтобы Господь их нашел. Господь их обратил, открылся им. Ну и вот перечисляем по всем, каким это, я перечисляю, по каким категориям-то. Вот, псалтырь уже прочитали мы, после этого молитву Господу Христу Богородице Пресвятой Деве Марии, Ангелу Хранителю, и тогда мы начинаем вот родных и близких своих вспоминаем. И когда все это мы прошли, тогда за упокой, за новоприставленных, ну у нас широкий круг общения, поэтому и молитва-то бывает, она увеличивается где. Ну а помолились, да, теперь я уже говорю, что начинаем 100 поклонов. После этого считается Слово Божие, с толкованием Блаженного Фепилакта. Каждое утро мы насчитываем, до этого просто считали, а сейчас мы насчитываем для интернета. У нас уже много, больше 100 роликов заготовлено. Мы полностью, три тома, вот у меня, вы видели трехтомник? Да, 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 я скачивал, да. Да, по 750 страниц, это большой материал уже. Откровение у нас насчитано, Матфея насчитано, и о деянии мы уже дальше прошли, уже 2 Тимофея идем. Вот, ну а после того, как все закончили, вы видели, как мы заканчиваем, мы молимся, поднимаем руки после этого, стоим углубиться в молитву, что скажет Господь, почувствовать. Ну и занимаемся в это время, кто завтрак готовит. А мы начинаем с Никитой насчитывать события дня, это часовая у нас программа, часовой ролик. И 2 по 30 минут с чем-то, это вот что мы считаем Блаженного Фепилакта. Ну, после этого ребята собираются, завтракаем мы тут, завтрак мы показываем, что мы едим. Обязательно у нас просворо, святая вода сначала, просворочки и святой воды. А потом у нас один трет морковь, тертая морковь. Кто много занимается интернетом, это каротин, он нужен для глаз. Потому что я вот только за 9 лет издал 38 книг за 9 лет. Я в среднем 15-14 часов сижу за компьютером, больше 30 тысяч часов. Я маленько вижу еще. Ну, еще спрашивают, 77 лет, да где я там был, да где еще со мной было. А вот каналы уже были. Ну вот. А каналы уже были. Мы сразу молимся, каждый раз молимся, чтобы прославить Господа, чтобы несчастье не случилось. И выходя на улицу, мы всегда крестимся и говорим, Господи, отрекаясь от сатаны и всех дел его, всей гордыни его, всех ангелов его, как на крещение. И они выходят, но у меня наружено наблюдение. И они там на улицу выходят, останавливаются, шапки снимают. А они там на улице уже на выходе молятся. А я сижу здесь, я их вижу, я с ними вместе кланяюсь. Ну, все, теперь я свободен. Ну, а мою пенсионерскую жизнь, что спрашивать? Я иду кормить на Датановле с собак, голубей лезу, кормлю, воробьев тут, ну и все проще. То есть у меня работы хватает. А потом сажусь за компьютер, много ответов. Приходится. Ну, у меня вот еще такой вопрос. У меня знакомый есть, у него отец выпивает. Я ему сказал, я как понимаю, вот когда человек в неадекватном состоянии, он начинает выпившить. Он начинает идти разговаривать, ну, с людьми общаться там, ну, как, с трезвым, не с трезвым. Это все говорит о том, что в нем сидит бес. Этот бес хочет заманить других людей, чтобы с ним выпить. А у вас еще трясется экран, фотографию. Как-то закрепите, чтобы не тряслась. Она такая разбитая. Да, она все равно дергается. Наверное, с телефона. Да, 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 я же говорю, с телефона. Ну, у меня соседа... И такой вопрос. Ну, ну, да. Я ему говорю, поговори по Писанию, по Библии, вычисли апостол, по-моему, Петр говорит о пьянстве, если я не ошибаюсь. И попробуй с ним на библейском поговорить. Да. Поговорил по Библии, то есть в интернете нашел статьи, фрагменты, стиховку. И неделю уже не пьет. То есть, как бы, бес уже он с ним, как бы, ну, как бы, от пьянства он отошел. Подождите, подождите, что у вас так трясется, прямо размытое все? Как-то не сделайте, чтобы не шевелилось. Вот когда маленько останавливается у вас, у вас все время мотается вот так вот. Где-то поставить или как закрепить бы надо. А то, ну, Писание знать надо. Просто так надумано, ты ни к месту, ни к силу, ни к городу скажешь. Надо выпросить у Бога. У Бога выпрашивать надо. То есть, нуждаемся мы, мы нищие духом должны быть. Вот у меня спрашивают в другой раз. Опыт уже, даже не сравнишь, какой у меня опыт. А я не знаю, отвечаю. Первое слово я отвечаю, не знаю, почему не молился. Вот они говорят, ну, сколько? Ну, звоните часа через два. Я помолюсь, и мне, как бы, мысль идет, какое местописание. Я это местописание называю, если совет. А после этого, говорю, ты запиши. И там сходи к батюшке в храм, кто у тебя духовник-то, и посоветуйся с ним. Я какое могу дать? Я тебя не знаю, не видел. Ну, я ему конкретно говорю, вот это место одно или два, просчитай и пойди к священнику. Ты перезвонил сейчас. Что-то задерживается. Что-то щерна-то одно. Что случилось-то у вас? Вы не упали там? Вам слышно меня? Хорошо. Спасибо. Продолжение следует...